Приговоры бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву огласят 15 декабря. Сегодня замоскворецкий суд Москвы закончил рассмотрение дела Улюкаева по существу. Подсудимый выступил с последним словом. Напомню, Улюкаева обвиняют в вымогательстве взятки в 2 миллиона долларов у главы Роснефти Игоря Сечина. Сам бывший министр называет это дело провокацией. Константин Рожков выслушал подсудимого. Для Алексея Улюкаева это, возможно, был один из самых важных дней за всё время процесса. Ведь последнее слово — это ещё и последняя возможность повлиять на решение судьи. Экс-министр, конечно же, заготовил речь и, как показалось, не хотел расплескать настрой до тех пор, пока не выступит, ну или не выговорится. Во время протокольной съёмки, когда на него одного были наставлены десятки фото и телекамер, Алексей Улюкаев сидел с твёрдым лицом и почти всё время смотрел в одну точку. Каждый раз вас так интенсивно снимают журналисты перед началом заседания. Что вы обычно думаете в этот момент? Выходите, ничего не думаете. Своё последнее слово Алексей Улюкаев начал с того, что ещё раз заявил о своей невиновности и о том, что он стал жертвой провокации. Несколько раз вспомнил про Игоря Сечина, назвал его специалистом по дурно пахнущим делишкам. И сравнил с персонажем из анекдоты времён Николая Первого. Несуществующим офицером, который появился в бумагах только из-за ошибки писаря. Вот и ключевой свидетель по этому делу, сказал экс-министр в своём последнем слове, растворился где-то между Ханты-Мансийском и Римом, имея в виду командировки главы Роснефти, из-за которых он не смог появиться в суде. Сам процесс он назвал цирком, а себя сравнил с картонным гладиатором, за которым наблюдает смеющаяся публика. Алексей Улюкаев не уточнил, кого именно имеет в виду. То ли нас, журналистов в зале, то ли своих бывших коллег, то ли кого-то ещё в российской элите. Но в конце добавил, зря смеётесь. Любой может оказаться. Портфельчик подержать любой может. Будьте осторожны. Портфельчик любой подержать может, говорит Алексей Улюкаев, как будто переиначивая старую поговорку. От тюрьмы до сумы не зарекайся. Как он сказал в своём последнем слове, за этот год он многое переосмыслил, и теперь собрался посвятить остаток жизни помощи людям. Вы сказали, что хотите посвятить свою жизнь отстаивая интересов и идеями. Поясните просто, как... Не могу пояснить. Мы просто как бы честнее, тщательнее, принципиально не работаем. Пока ничего умнее сказать не надо. Вплёл в свою речь он и одну из тех книг, которые прочитал за время процесса. Говоря о сроке, который попросил для него гособвинитель, 10 лет строгого режима, Алексей Улюкаев процитировал Сократа. Вот уж и время идти отсюда. Вам, чтобы жить, мне, чтобы умереть. И подытожил. 10 лет для человека, которому 62 года, это равносильно смертельному приговору. Выговорившись довольно эмоционально в зале суда, Алексей Улюкаев на выходе как будто снова закрылся. И только небольшая заминка. Дверь машину судебных приставов не подала секс-министру с первого раза. Вынудила его ответить на один из выкрикнутых вопросов. Какого приговора ждёте? Справедливо ответил пока ещё подсудимый Улюкаев и сел в машину. Константин Рожков, Сергей Романов, РТВА.